День города Пересадили кожу, как лечат последствия ожогов у подростков Спас маршала Жукова История ветерана Александра Ларина Ученые оценили уровень загрязнения воздуха в Рязани в сентябре как повышенный Областной гидрометеоцентр опубликовал отчет по мониторингу состояния окружающей среды За месяц специалисты взяли более 2500 проб Метеорологи зафиксировали чрезмерное содержание фенола Почти в 2,5 раза выше предельной концентрации В отчете специалистов говорится, что случаев аварийного, высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха зафиксировано не было То же самое касается загрязнения рек В ДТП с тремя машинами пострадал молодой человек Под колеса попала мать с ребенком, переходившей дорогу О крупных авариях, произошедших на дорогах Рязани, расскажем далее Авария на Муромском шоссе утром практически парализовала движением Столкнулись Волга, Volkswagen Polo и самосвал КамАЗ В ДТП пострадал 20-летний молодой человек Его с сотрясением головного мозга, переломом верхней челюсти и ушибом правого коленного сустава доставили в областную клиническую больницу Кроме того, в соцсетях появилось видео с моментом наезда Лады Приоры на мать с ребенком, переходившими проезжую часть по пешеходному переходу Это ДТП случилось 15 октября на улице Зубковой В результате происшествия 38-летняя женщина и 3-летний ребенок были госпитализированы Дина Исляева, телекомпания, город Работниками прокуратуры представляются мошенники Несколько случаев были зарегистрированы на территории области Злоумышленники выдвигали требования имущественного характера Они просили подъехать для решения рабочих вопросов и пополнить счет телефона Следует помнить, что телефонные звонки с деловыми предложениями от имени представителей органов прокуратуры области С различными требованиями материального характера являются преступными действиями мошенников При поступлении подобных звонков не следует идти на поводу у мошенников И обо всех подобных фактах сообщать прокуратуру области В маршрутке номер 77 добавили новые остановки Ее конечную перенесли от торгового центра Зильгросс в Карцево По пути из поселка она будет останавливаться у ДСК-2 из Плава Обратно они будут ходить через Агропром Общая протяженность маршрута увеличится на 2,5 километра Северный обход в Рязани перекроют на две ночи Сделают это из-за технического обслуживания разводного вертикально подъемного моста через реку Трубеж Движение будет закрыто 22 и 23 октября с 11 часов вечера до 5 утра Новые рабочие места появились во второй исправительной колонии Еще 100 осужденных будут заняты на швейном производстве Как работают и отбывают наказания осужденные Проверили представители надзорных органов и общественных организаций Дина Исляева продолжит Комиссия, в которую входят общественники и представители надзорных органов Посещают все места, где находятся осужденные В этот раз визит совпал с торжественным событием После ремонта открыли помещение, в котором будут работать осужденные В данном помещении проводился ремонт В соответствии с современными требованиями Произведена полная замена коммуникации Освещение, частично швейного оборудования Организовать работу по пошиву изделий спецодежды В следующем помещении бригада, где живут осужденные Кровати здесь двухъярусные исключения для тех, кто примерно себя ведет Есть возможность получить место в комнате облегченного режима Там 40 мест, почти все они в данный момент заняты В бригаде проводится прием Все желающие могут прийти, задать вопросы Представителям надзорных органов, пожаловаться или обратиться за помощью Нарекания со стороны осужденных бывают связаны с применением мер взыскания Когда за нарушение установленного порядка отбывания наказания Обсужденным объявляется выговор Либо он выдворяется в штрафной изолятор Осужденный высказывает несогласие Мы проводим проверку по данному факту И соответственно, если допущено нарушение Уголовно-исполагательного законодательства при применении мер взыскания Прокурор отменяет своим постановлением данное взыскание Во второй колонии раньше были претензии по части медобслуживания В ситуацию пришлось вмешиваться уполномочивному по правам человека в Рязанской области У нас были обращения в том году очень много по медицинскому обеспечению Но мы совместно с УФСИНом, совместно с прокуратурой Провели проверку, выявили какие-то недостатки, которые были приняты в работу В принципе, сейчас такой ситуации нет И обращений по медицинскому обеспечению достаточно мало в этом году Вопросы приходится решать самые разные Например, оказывать помощь родственникам осужденных Пожилой человек находился в колонии за убийство Его жена в Архангельской области, в деревне Находился уже в маломобильном состоянии Нет никого больше родственников И просил оказать содействие в помощи жене Ну и между своими региональными полномочиями Я обратилась к полномочию Архангельской области И он вместе с социальной защитой оказали помощь этой женщине Такие проверки в колониях проводятся каждый месяц Кроме того, у осужденных есть возможность напрямую обратиться К уполномоченному по правам человека в Архангельской области Их обращения будут рассмотрены Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Пересадили кожу после бытовой травмы Операцию провели девочки, которая получила ожоги 15% тела Процедура трудоемкая и нередкая Дети часто опрокидывают на себя кипяток или получают ожоги Как им помогают, узнала наша съемочная группа Ребенок взял сплитый чайник В этот момент загорелась футболка Драгоценные секунды при тушении были упущены Как итог, ожог открытым пламенем Пострадало около 15% тела Из него глубокий ожог составляет около 10% Кожи там нет Есть только гранулирующая поверхность Уже начинающая заживать рана В силу размеров такие раны не могут зажить самостоятельно А только рубцом И если рубец, скажем, 10%, а чтобы было понятно Процент – это ладошка У нас для каждого человека 1% поверхности тела – это ладонь Вот представьте 10%, если все это заживет рубцом Каков будет косметический результат и как человеку с этим жить Чтобы избежать огромного рубца на животе и грудной клетке Врачи УДКБ проводят операцию по пересадке кожи Подготовка к ней занимает от 7 до 14 дней В это время обожженное место обрабатывают специальным гелем Кожу для пересадки берут с бедра Это место является наиболее универсальным И легко приживается в новой точке Слой берется очень тонкий, всего 0,2 мм Поэтому шрама на ноге не остается Только небольшая пигментация С помощью вот такого перфоратора Превращается Вот мы попробовали показать это на листочке бумаги Значит так, это вот размеры А так, для чего это делается Позволяет многократно увеличить размер И закрыть большую рану меньшим участком кожи Эта операция считается средней степенью тяжести Однако она очень трудоемкая и кропотливая Ведь каждый кусочек кожи пересаживают отдельно Через какое-то время это будет выглядеть как сеточка Там с шагом, ну, наверное, полсантиметра И потихонечку, с течением времени Вот эта поверхность, на которую пересажена кожа Ну, сглаживается Какой-то, конечно, какие-то косметические потери там останутся Но, во всяком случае, рана заживет Как мы надеемся уже через там 10-14 дней полностью Пострадавшей девочке 11 лет Врачи признаются, что подобные бытовые травмы – не редкость Достаточно много детей с такими вещами у нас лежит Правда, не совсем характерно поражение открытым пламенем Все-таки чаще это кипяток Чаще дети меньшего возраста Которые, сидя на коленях у родителей, опрокидывают на себя чайник Чайник, стакан с кипятком, кастрюлю с плиты Стоит отметить, что ожоговые койки ВДКБ открыты с 2002 года А недавно один из врачей вернулся с повышения квалификации Теперь в регионе оставляют все более тяжелых больных Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Наблюдать пациентов после инфаркта миокарда станет проще В кардиодиспансере разрабатывают специальное мобильное приложение Которое позволит доктору на расстоянии следить за самочувствием пациентов Обратиться к врачу в любое время суток могут пациенты кардиодиспансера Для этого Кристина Переверзева разработала специальный опросник Он предназначен для людей, которые выписались после инфаркта миокарда Заполнять графы нужно, когда начинаются боли Пациенту необходимо описать их характер и продолжительность Условия появления принятой таблетки А также указать, была ли вызвана скорая Такая система позволяет пациенту и лечащему врачу следить за развитием болезни Если с каждым днем становится все хуже Физическая нагрузка уменьшается, которая вызывает болевой синдром Количество принятых таблеток нитроглицерина увеличивается Болевой синдром становится все чаще и чаще То пациенту нужна очная консультация кардиолога В ряде случаев госпитализации А в некоторых случаях и проведение сложных методов лечения и диагностики Например, коронарангиографии со стентированием коронарных артерий Идея родилась полтора года назад Уже готов опросник Данные в него будут присылать 250 человек Это пациенты кардиодиспансера Которые готовы изменить свой образ жизни и следить за самочувствием Вопросы составлены таким образом Чтобы человек мог провести самодиагностику, пока врача нет рядом А также она напоминает о мерах профилактики повторного инфаркта Если он начнет каждый вечер, например, с понедельника При возобновлении болей в грудной клетке Заполнять этот опросник То к следующему понедельнику мы увидим Что за эту неделю стало значимо хуже В понедельник был один эпизод болей в грудной клетке В воскресенье их было семь Вопросов о том, что делать с пациентом в понедельник В общем-то не остается Его нужно класть в больницу Когда пациент заполнит анкету Уведомление придет на электронную почту лечащего врача Однако в случае с инфарктом Речь идет на секунды Поэтому в перспективе опросник станет мобильным приложением Уже готов дизайн Есть понимание основных функций Например, приложение станет средством экстренной связи Мы хотели бы, чтобы наше мобильное приложение Могло определять геопозицию пациента Есть те пациенты, которые уже не могут обратиться За медицинской помощью Они успели нажать кнопку на приложение О том, что с ними что-то не так И если, соответственно, контакт с пациентом прерван Мы не можем ему дозвониться Ему не могут дозвониться родственники То, по сути, должно случиться так, чтобы система определила, где находится пациент И была вызвана скорая медицинская помощь по этому адресу Для того, чтобы мы смогли спасти жизнь Работа над проектом продолжается Сейчас Кристина оформляет заявку для участия в программе «Умник» Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Оказать первую помощь, пробежать марш-бросок на 6 километров И победить в тактическом турнире Все это предстоит сделать участникам Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница» Она проходит уже в шестой раз И впервые на территории Рязанской области В соревнованиях примут участие более 30 команд Из разных уголков страны На месте пожарных обычные студенты 18-20 лет Их задача собрать боевую линию Сделать боевое развертывание и поразить 5 мишеней Пожарные отрабатывают такое каждый день Для студентов это что-то новое Они должны соединить несколько рукавов Чтобы напору воды хватило сбить мишени Команда с лучшим временем побеждает Ну конечно же для вас это будет определенно сложно Потому что нужно уметь обращаться С пожаротехническим вооружением Ну а для нас, для пожарных Это конечно же не в первый раз Это один из этапов всероссийской военной Патриотической студенческой игры «Зорница» Проводится она в шестой раз В этом году площадкой для игры стала Рязань Здесь сейчас более 30 команд у нас принимает участие То есть это из разных уголков нашей страны Хорошо представлена в этом году Сибирь Практически все кроме Новосибирска приехали Поэтому довольно-таки широкая география сейчас здесь Командам предстоит соревноваться между собой в разных этапах Это марш-бросок, тактический этап Оказание первой медицинской помощи А также боевое развертывание Один из самых сложных этапов это марш-бросок Который еще называют маршрут выживания Протяженностью он около 7 километров На этапе маршрут выживания Поставлены 6-7 километров маршрута По-моему 11 или 12 точек КП На каждой точке стоит человек Который выдает задание команды На каждой точке ребятам дают задание Например, зажечь костер без спичек И после выполнения нужно отправляться на следующую Точки расположены далеко друг от друга Весь маршрут нужно пробежать за контрольное время Полчаса Если команда не успевает, ее снимают с дистанции Оценивают везде не только скорость, но и качество Самый зрелищный и к тому же скоростной этап Тактический Называется он мужество, отвага, честь Здесь две команды получают оружие И между ними начинается бой Две команды соревнуются между собой За выполнение военно-тактических задач Это военно-тактическая игра, лазертак Соответственно, у команды есть оборудование Комплект одинаковый, что у одной, что у второй команды Их задача уничтожить соперника Захватить контрольную точку За наименьшее количество времени Чем быстрее они это сделают, тем больше баллов они зарабатывают В руках у ребят лазертак-винтовки На головах повязки, которых фиксирует попадание Задача захватить контрольную точку И уничтожить соперника Чем быстрее это сделать, тем больше баллов получит команда Всероссийская военно-патриотическая Студенческая игра Зорница Проходит несколько дней 17 октября командам предстоит пройти финальные этапы В которых и определится победитель Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания Город Как наложить жгут при артериальном кровотечении Сделать непрямой массаж сердца, а также перенести раненых Этому научили сотрудников ОМОН на занятиях по медицинской подготовке Секреты оказания первой помощи узнал Валерий Седов Глот пластиковый бокал в лаку Сложный в этом нечеме Больше проводить дело на шаге на руках И довольно-таки бывает проблематично Взяли резкое движение бокал Тяжело в учении и легко в бою Чтобы в боевых условиях оказать медицинскую помощь раненому товарищу Нужно быть к этому готовым Как говорят специалисты Обычному человеку с подобным справиться будет непросто Правильно наложить жгут, остановить кровотечение Такие мелочи по сути целая наука Сотрудниками подразделения мы уделяем большое внимание оказанию первой помощи То есть наложение повязок, наложение жгутов Также при некоторых экстренных состояниях Например при обмороке, при каких-то повреждениях, при кровотечениях То есть сотрудник нашего подразделения проходит именно медицинскую помощь в необходимом объеме Потому что оказание медицинской помощи директорам выделено в одно из приоритетных направлений То, что сотрудник должен это уметь делать Поэтому мы пытаемся соответствовать Занятия по медицинской подготовке проходят не реже раза в неделю, говорит фельдшер Если бойцов отряда интересуют какие-то вопросы, то подобные занятия проводятся чаще Оказывать медицинскую помощь и делать это квалифицированно, грамотно Я считаю, что должен иметь любой взрослый человек, либо сам себе, либо окружающим людям Это очень ценное качество, очень ценное умение То есть переоценить это практически невозможно Люди, которые умеют помогать другим, которые умеют помогать себе, они всегда в большой цене После занятия бойцы ОМОНа отработали свои навыки на практике, но без съемочной группы Переноска раненых, непрямой массаж сердца и многое другое Все то, что так необходимо в бою, ОМОНовцы узнают здесь, в медицинском кабинете тренировочной базы Цикл сюжетов о ветеранах начинает наша телекомпания в преддверии празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Героем первого выпуска стал Александр Ларин, который спас маршала Жукова С ним пообщалась Олеся Котровская Александр Ларин оказался на войне в 17 лет Сначала он учился 9 месяцев в военно-авиатехнической школе А потом уже непосредственно попал на фронт, где бомбил передовые линии фашистов На его счету 25 боевых вылетов на штурмовике Трижды он был контужен Однажды ему довелось увидеть, сидя в кабине самолета, как на него летят сразу 5 бомб Тогда у него вся жизнь перед глазами пронеслась Однажды вырулил из ангара после ремонта Включил мотор, я смотрю, надо мной головой летит Юнкерс и бомбит Сзади взрывается, сбоку взрывается бомбы Серии по 5 штук Ой, я думаю, теперь пришла Выскакивает из кабины, бесполезно Отбомбил мой самолет, получил ранение Мой самолет, а я в кабине сидел, она меня спасла Но больше всего запомнились Александру Васильевичу события, которые произошли, когда он служил ближе Томира Тогда на аэродромскоморохе, где располагался штурмовой полк 5 февраля 1944 года, прилетел маршал Жуков на своем самолете Дуглас Непредвиденные события случились на следующий день, когда он должен был улететь На посадку одновременно шли два самолета, Ил-2 и Як-3 Один был подбит, у него кончалось горючее Самолеты столкнулись лоб в лоб Истребитель сразу загорелся, а Ил-2 поднялся свечой и падая ударил шасси по Дугласу Мы бегом спасать, кто остался живой Я один из первых подбежал к левому крылу разбитого Ил-2 и увидел вертушка, так называется раньше взрывателя Произвольно от удара от ветра вращается Если произвольно вращается вертушка, незаконтрированная чекой, пойдет взрыв За мной бежал мой однополчанин Михаил Пократов Я говорю, видишь, подели мне быстренько 5 сантиметров тесни поднял Схватил вертушку, не дал ей упасть, закрутил до конца, чеку поставил На деле это означало, что ракета не взорвалась, не сдетонировали разом остальные 7 А ведь только одна Катюша поражала все вокруг на 100 метров Благодаря Александру Ларину катастрофу удалось предотвратить Правда Жуков не узнал о том, кто спас ему жизнь Маршалу надо было лететь От этого предвращения взрыва произвольного ракет Нам повернул адъютант, который наблюдал и тоже все бежали Говорит, ребята, молодцы, вы спасли не только себя, но и меня Но это не главное Там же Жуков стоял, откуда, мы знаем Мы же молодые, его никак не видели Человек был в Шопке Благодарность объявил Молодцы Мы выполняли свой долг Специалисты, амбицированные Знаем, куда идти, что делать Считанные секунды и ход Великой Отечественной войны Мог бы пойти по-другому Если бы Александр Ларин не спас от смерти маршала Жукова Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город» Это были все новости К этому часу еще больше информации Вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv И в группе в социальных сетях А я с вами прощаюсь Хорошего вечера И до встречи в эфире Профессионально помогаем выделить индивидуальность И эстетику интерьера наших заказчиков Создавать концептуальные пространства Используя многообразие тканей Сочетание цветов, богатства фактур И сложности рисунков Галерея Штор Лателла Первомайский проспект 51 И Народный бульвар 9 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова